Ольга Васильевна Поляруш заведует районным архивом. Она с интересом вглядывается в экран монитора, где показана жизнь города Видное в пору его становления. Эти видеокадры разыскал неравнодушный к истории родного края человек. Владимир Меньшов вспомнил, что когда-то, будучи молодым, он видел документальный журнал «Новости дня», где говорилось о городе Видное, который недавно приобрел этот статус. Мы захотели подтвердить это. Пошли в архив кинофотодокументов в Красногорске. Я долго рылся в картотеке, но такого, чтобы с образованием города, сюжета я не нашел. Но мне попалось название «Новый избирательный участок», «Видное». Я посмотрел этот сюжет. Владимир Степанович обратился в архив, чтобы определить, какому году соответствует найденное видео. На архивных полках хранится много разных документов. Есть и те, которые датируются годом образования Видного. Так в руки краеведа попала подшивка местной газеты. Интересный факт. В начале 65-го года наша газета, которую мы сейчас знаем, как «Видновские вести», называлась «За коммунизм». И вот в номере от 15 января на передовице напечатан указ Президиума Верховного Совета о преобразовании поселка «Видное» в город, а через несколько номеров и это название меняется. Причем там есть небольшая заметочка о том, что читатель, ты держишь в руках первый номер газеты с новым именем. Но в связи с тем, что Ленинский район был достаточно существенно преобразован, «Видное» стало городом областного подчинения, но в связи, наверное, с этим решили переименовать и газету. Газета – это зеркало местной жизни, поэтому было бы странным, если бы в ней не отразились важные городские вехи. Поэтому с ее страниц и прочитали о тех выборах, о которых идет речь в старом видеофильме. Когда образовался город «Видное», в наследство, я так понимаю, достались, видимо, депутаты от старых избирательных округов. Для того, чтобы городской совет мог работать полноправно, полномоченно, в полную силу, необходимо было провести выборы уже во вновь образованный совет. В маленьком отрывке видео рассказывается о выборах в городской совет депутатов. Кстати, если сейчас в совете всего лишь 19 человек, то тогда их было на порядок больше. В фильме речь идет только о трех кандидатах. В архиве нашлись их заявления, протоколы комиссии об их выдвижении и избрании. Все эти документы доказывают тот факт, что видео можно датировать февралем 1965 года. Вот они, эти уникальные кадры. Там, где несколько лет назад был пустырь, теперь город «Видное». Это один из самых молодых городов Подмосковья. И как всюду, здесь, сегодня, подбегают достойных кандидатов депутата местных советов. Первым назвали Плоткина, коммуниста, строителя. Кандидатами в горсовет выдвинули также лаборантку кокса газового завода Лукичеву, ударника коммунистического труда, начальника коксового цеха Теслю. Четыре года назад не было и этого дворца культуры, а сейчас в нем оборудуют избирательный участок. Внимательный взгляд краеведа углядел здесь одну неточность. Четыре года назад не было и этого дворца культуры. Если посмотреть внимание на здание дома культуры нашего кокса газового завода, то там есть вывеска, когда построили дом культуры. И корреспонденты дают иногда уж какую-то неточность. Вот это тоже надо было установить. Краеведение – это кропотливая работа, носящая исследовательский характер. Изучая документы, письменные свидетельства и даже видеокадры, оно открывает нам страницы в истории родного края. И на заводе, и на коксогазовом, и на гипсобетоне, и на других предприятиях работали прекрасные люди, которые строили город, которые жили в этом городе и продолжают жить сами, и живут и их внуки. И, конечно, нужно показывать как можно больше людей. Людей, людей, людей. История города и района продолжается до тех пор, пока живут люди, творящие ее. Елена Бабина, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Елена Бабина, Павел Игнатьев. Продолжение следует...